На него из кустов рычала собака. Её взъерошенная густая шерсть встала дыбом. Собака была похожа на волка. Она вышла из укрытия прямо на него. Артур от страха упал на асфальт и пополз спиной назад. «Мам, ты что, мне не веришь?» – возмущённо взвизгнул Артур. Мама верила, вот только это было враньё. Артур был среди тех мальчишек, кто дразнил собаку. Роберт из соседнего подъезда был старше Артура на два года. И как будто этого было мало, у него был классный старший брат, который отдавал Роберту свои слегка морально устаревшие гаджеты, когда покупал себе новые, позволял носить свои модные вещи и подбрасывал карманных денег. В общем, Роберт благодаря брату стал королём двора. Популярность вскружила Роберту голову, и он стал сторониться бывшего лучшего друга. Поначалу Артур обижался, а потом и сам перестал искать встречи. А когда Артур подружился с Мишей, две маленькие компании стали конкурировать между собой. Миша был умным, весёлым всезнайкой, но проигрывал в любые физические игры футбол, волейбол, борьба, везде Артура и Мишу поднимали на смех. Вот в такой обстановке вдруг и произошёл этот странный переход от спортивных выяснений отношений кто кого, до объединения ради травли беззащитного существа. Собака появилась во дворе пару недель назад. Она была страшной не от того, что осталась без дома, а по своей природе. От самого рождения в ней не было ничего привлекательного, а с годами и жизненными трудностями её внешность стала откровенно отталкивающей. У собаки была серая густая и жёсткая шерсть, будто волчья, к тому же, вздёрнутая клоками, как после драки. Худые ноги впивались лопатками в спину, а хвост был длинный и тонкий со странным пушком на конце. Собака была старая и глухая, поэтому мальчишки начали ей что-то кричать, звать её к себе и убегать, орать и топать на неё. Сейчас Артур и сам не мог понять, почему вдруг пришло в голову кидать в неё камни, но они стали кидать. Собака сначала не поверила, что мальчишки кидают в неё. Она всё думала, что стоит на пути, и пыталась уйти с траектории, чтобы не мешать их игре. Но тут в неё попал камень, хлестнув по бедру. «Попал!» — крикнул Роберт. «Не в счёт!» «Покасательный!» Нашёл, чем ответить умный Миша. Камни полетели в собаку со всех сторон. Артур был рад, что Мишка нашёл правильный аргумент, и Роберт ещё не победил их. Артур хотел сам победить. Мальчишки неслись по улице за убегающей собакой, орали, что было сил, бросали камни, чтобы успеть опередить соперника. Собака бежала, пока могла. До леса она не добежала всего метров десять, Роберт попал ей в ногу. Победа была очевидна. Собака взвыла, и её нога начала волочиться по асфальту. Она потеряла равновесие и упала, кувыркнувшись через голову. «Готово!» — проорал Роберт. «И пусть больше не приходит!» Ребята были веселые и довольны собой. Обнявшись, они шли назад в свой двор. И Артур сделал вид, что тоже доволен. Но это было не так. Он обернулся. Собака встала и, хромая, поплелась в лесок. Там она и осталась жить. Мальчишки бегали в лесок погонять собаку. Артур тоже с ними ходил. Пока, наконец, эту их забаву не увидели знакомые взрослые. Мальчишек шуганули и нажаловались родителям. Сейчас Артур стоял перед мамой и врал, глядя ей в глаза, что не гонял собаку и никогда её не обижал. Совесть его мучила. Он прекрасно понимал, какой ужасный поступок совершил, именно поэтому не мог в нём сознаться. Поверила ему мама или нет, сказать было сложно. Она ещё раз, на всякий случай, провела норовоучительную беседу с сыном о том, как надо относиться к животным. И инцидент был исчерпан. Мальчишки больше не бегали за собакой, наконец оставив её в покое. Прошло почти три месяца, и вдруг мама сама заговорила о домашнем питомце. Этот вопрос всплывал в их семье периодически, но всё никак они не могли прийти к согласию. Мама любила кошек, а папа и Артур мечтали о собаке. Так вот, мама вдруг согласилась взять щенка. Может, вы и правы. Собака – это здорово! Согласилась мама, я тут видела одного очень милого щенка и подумала, что он точно нам подходит. Отлично, мам! А какой породы? Артур был счастлив. Никакой он не породы, дворняга. Они, говорят, умные, тут же стал защищать своего будущего щенка Артур. Мама кивнула. Утром они с мамой пошли за щенком. Артур боялся, что мама передумает, поэтому ни о чём её не спрашивал. Но, чем дальше они шли, тем тревожнее ему становилось. Мама остановилась у магазина. Она кивнула на лесок в конце улицы. Ну, иди познакомься с щенком. Он там, а я в магазин зайду, куплю им что-нибудь поесть. И им, подумал Артур. Он шёл к лесу, всматриваясь в кусты. Навстречу выпрыгнул щенок, белый, смешной, с остреньким хвостиком. Артур встал на колени, но тут услышал устрашающее рычание. На него из кустов рычала собака. Её взъерошенная густая шерсть встала дыбом. Собака как никогда была похожа на волка. Она вышла из укрытия прямо на него. Артур от страха упал на асфальт и пополз спиной назад. Собака взяла щенка в зубы и, хромая на заднюю ногу, потащила его в кусты. Артур обернулся. На дорожке стояла его мама. В руках у неё были баночки собачьей еды, она с ужасом смотрела на него. Мама прошла мимо сына ближе к кусту, открыла банки. Собака вышла, мама легко потрепала ей шею, подождала, пока собаки все съедят, поиграла с щенком, собрав банки, пошла домой. Всё это время Артур плакал. Сначала он плакал от страха, потом от обиды, ведь мама за него не заступилась. Потом от стыда, потому что мама знала, что он травил собаку, потом от того, что не мог попросить прощения. Дома мама его не ругала, разочарование в её лице было куда большим наказанием для Артура. Подумав, мама поставила ультиматум, либо щенок обиженный Артуром собаки, либо никакого. Артур ходил к лесу два раза в день. Не только потому, что мама так сказала, он и сам чувствовал, что должен. Артур ставил еду около куста и отходил, чтобы собака могла спокойно поесть. Он сидел на пенёчке метрах в пяти и ждал. Потребовалось много времени, чтобы собака перестала бояться Артура и разрешила щенку поиграть с ним. Однажды Роберт и Мишка проследили за Артуром и стали его обзывать, увидев со старой собакой. Артур не реагировал на них, тогда в него полетели камни. Артур вскочил с пенька и бросился в драку. Неважно, кто победил, побиты были все. Важно, что он дрался правильно. Артур вдруг почувствовал себя очень сильным, потому что не делал ничего плохого. Он дрался, потому что должен был. А потом гордился своим разбитым носом, как завоёванным трофеем. Артур заботился о собаке до самого конца. Она была старой. Беременность отняла у неё последние силы, а забота о щенке вымотала. Однажды она просто не вышла из кустов. Артур отважился и залез в кусты сам. Там на траве большой расслабленной серой массы лежала собака. Она умерла, а щенок всё ещё пытался её разбудить, толкал и лаял. Щенка Артур отвёл домой, а собаку они с папой похоронили. Мама не прощала Артуру его поступок. Между ними была трещина, которую всё же удалось залечить любовью. Любовь эта родилась 13 лет назад, когда Артур впервые увидел свою маму. Любовь росла и крепла, превращая его в мужчину, который должен исправлять все свои ошибки, какими бы ужасными они не были. И он старался. Артур попросил у мамы прощения, в её лице он попросил прощения и у мамы своего щенка. Это было сложно. Но они простили. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok